698 хадис, ансахли б'наль-ханзали ансари, сахиб расулла, салсам, салли б'наханзали ансари, сподвижник пророка, салсалям, рассказывал, анна л-акра' вауинайна уяйна са аля расулла, салсам, шаян. Акр б'нухабиз вааракалавфикум, вы, наверное, помните о нем, мы упоминали в том хадисе, который сказал однажды пророк, салсам, что у меня 10 сыновей, и никого из них не целовал. На что пророк, салсам, сказал, что я могу сделать, если Всевышний Аллах лишил тебе милость. И вот другой, ойяйна, и они были вааракалавфикум господами своих племен. Акр б'нухабиз, ойяйна б'нухес, были господами своих племен. И однажды они пришли и попросили пророка, саллаллаху алейхи, салям, что-то. Фаамара в муауиятан, яктоба биги лягума. И тогда пророк, салсам, приказал муауи, чтобы он записал, лишь сказал, чтобы им выдали то-то, то-то, то-то. Вахатама, расулла, саллаллаху алейхи, салям, амуамара бидава и лягима. И пророк, саллаллаху алейхи, салям, туда поставил свою печать, саллаллаху алейхи, салям, и приказал отдать им это письмо. То есть, все, берите это письмо, идите в такое-такое место и возьмите там то, что вам полагается. И возьмите там то, что вам полагается. Фаамара уяйна, что касается уяйны, фақаля ма фи. Он сказал, а что в этом письме? То есть, он не видел, что там было написано. Фақаля фи ляви амар туби. И пророк, саллаллаху алейхи, салям, сказал, в этом письме, то есть, мой приказ, чтобы вам что-то выдали. Фақа вилягу вақадагу фи аймамати. И он взял его и завернул свою чалму. Вақана ахля мараджу лейм. И он был более снисходительным из обоих. То есть, уяйна был лучше, чем Акра. Что касается Акра, то он сказал, ахмелю сахифа ля адри мафига ка сахифа аль муталямис. Я, говорит, повезу, поеду с этим письмом куда-то, не зная его содержимом. Как письмо, то есть, подобно истории с письмом муталямиса. Братья, что такое письмо муталямис? Историки говорят, было два известных поэта. Одного звали муталямис, и его племянника звали Тарафа. И однажды они посетили одного из правителей Хира. Хира – это южная часть Ирака. Имя этого правителя было Амр ибнугинт. Они приехали к нему и вместе с ним выходили на охоту. А эти люди, варка, лауфикум, то есть, правители в свое время приближали к себе поэта. Почему? Потому что поэта – это средство массовой информации. Это, как и наше время, то репортеры и так далее, и тому подобное. То есть, приходили к правителям, потом куда-то уезжали, восхваляли их. Они им за это деньги давали, правители. И вот они выходили с ним на охоту. Но когда возвращались, этот правитель ходил, гулял, а они оставались за порогом. Он их себе домой не пускал. И они из-за этого сильно разозлились на него. И тогда Тарафа написал о нем плохой стих. Это Гиджа называется. То есть, один из видов стихотворений – Гиджа. Это стихотворение, в котором что? Кого-то ругает, осмеивает и так далее, и тому подобное. И когда это дошло до Амра, он решил казнить Тарафа. Однако он боялся, что если убьет первого, то про него начнет потом говорить плохое второе. То есть, мы живем в средствах массовой информации и распространять на нем какое-то слово. То есть, вот этот Муталямис. Что он сделал? Он позвал их обоих к себе и сказал, наверное, вы соскучились по вашим семьям. Они говорят, да. Тогда он говорит, я сейчас напишу письмо. Запечатал его и сказал, отправляйтесь к моему представителю-правителю в Бахрейне. И в этом письме приказал дарить вас подарками. И они отправились туда. И по дороге встретили какого-то старика, который сидел и пускал газы. И при этом еще ел финики и ловил в шеи. Вот так вот пускал газы и ловил в шеи. Вот Муталямис на него посмотрел и сказал, я никогда не видел такого глупого старика. Что старик ему ответил, ты не видел глупее меня? Я, говорит, вывожу старые. Выводя газ, завожу ногу, кушай финик. И убиваю врага, говорит. И все это за один момент. Сука, у них никаких только людей на земле не бывает. Факт, что я растерялся. А глупее меня, говорит. Тот, кто несет смерть в своих руках, сам того не зная. Сказал этот старик ему. Услышав это, Муталямис впал сомнений и отправился дальше. И по пути они встретили одного мальчика. И Муталямис спросил этого мальчика, ты умеешь читать? А поэты в те времена, то есть стихи писали, а читать писать не умели. Этот мальчик ответил, да. Он открыл письмо, в котором было написано следующее. То есть тот прочитал. Когда Муталямис прибудет тебе, отруби ему руки, ноги и похорони его, сажу. И тогда Муталямис сказал своему племяннику Тарофе, открой свое письмо, чтобы мы узнали, что в нем. На что-то ответил. Не, не. Этот царь не мог написать что-то плохое. Он написал только то, в чем для меня добро. И отправился дальше, пока не добрался до правителя Бахрейна. И тот выполнил то, что было в письмо. Поэты в письме. Поэтому вот это выражение, письмо Муталямис стало притчей и примером для того, кто, будучи обольщен, стремится и делать все сам для своей смерти. И вот Уяйна, Субханалла, рассказал, говорит, что говорит. Я, говорит, буду нести, говорит, письмо, и не знаю, говорит, в нем. Подобно, говорит, письмо Муталямис. Но, Субханалла, такое, как можно по пророку, саллаллаху алейхи вассалям сказать. И тогда Муави рассказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что сказали эти два человека. И потом Проксусом вышел по какой-то нужде. И он прошел рядом с Баиром, рядом с верблюдом, которого привязали рядом с мечетью. Это утром было. И вечером потом вернулся, и этот верблюд также на своем месте привязанный сидел. И он спросил, где хозяин этого верблюда? Начали его искать и не нашли. Если ездите на них, то ездите на них, когда они здоровы, то есть не вредя их. И отпускайте их или оставляйте их пастисть. Если они больны, пока не выздоровеют, то есть не ездить на них или не поправиться. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, эти слова сказал в гневе, отпускайте их пока, то есть если ездите, то ездите только когда они... То есть что это за издевка? Взяли, привязали верблюда, он не ест, не пьет и целый день стоит вот так у дверей мечеть. И Проксусом, когда это сделал, было видно, что он в гневе эти слова говорил, То есть показав свой гнев и недовольство по отношению к тому, что сказал ему Акра про это письмо. И потом сказал Проксусом, Поистине, если кто-то просит о чем-то, и у него есть то, что его обогащает, А в некоторых кривая, это когда спросили Проксусом, а что обогащать? Если ему есть чем пообедать и поужинать. То есть если у тебя есть чем пообедать, то ты уже богат, тебе уже просить нельзя. Фаиннамайястагсруминджамарджаганнам, этот человек только увеличивает себе адские угли. Этот человек увеличивает себе адские угли. Халю я, Расуллах, вот тут в хадисе прямо сказано тоже. Я, Расуллах, о, мои угни, о, посланник Аллаха, а что является тем, То есть что его обогащает, то есть Проксусом сказал, Тот, кто просит что-то, у него есть что его обогащает, Проксусом сказал, Даже не обед и ужин, если у него есть только один обед или только один ужин. Сколько человеку нужно, Баракалуфиком, чтобы перекусить? 699-й хадисы на Абисайд-эль-Худри, Каль, Абусайд-эль-Худри, Радалангураскал. Братья, чем это несира? Чем вот такие хадисы несира, Проксусом сказал? Истории вот такие вот в жизни Прокса Аллаху, алейхиос салям, Братья, когда братья говорят, брат, вот сируси, вот вам сира, Начни с самого начала, ты сборник, дай, Аллах, чтобы мы его закончили до конца, Прочитай, чем тебе не сира, Братья? Живешь с Пророком Саллаху, алейхиоса. Зашел вместе с Пророком Саллаху, вышел с Пророком Саллаху, Пришли какие-то два бедуина, Пророк сказал, попрошайничает, Ты сидишь и смотришь, но ты же так же, как будто сидишь и смотришь, Написал письмо, этот Тоскал, этот, и за всем этим наблюдаешь, Потом Проксусом вышел, ты вышел вместе с ним, Потом увидел, что Проксусом увидел верблюда, привязана утром, Потом Проксусом увидел, и ты за всем этим наблюдаешь, То есть как видеокамера, правильно или нет? То есть наше разум, наше сердце, как видеокамера, Все эти хадисы, как будто ты по видеокамере все смотришь, Что происходит с Пророком Саллаху самим и Господнем. Что может быть слаще этого? И мало этого, ты не просто смотришь, ты извлекаешь уроки, брат. Ты извлекаешь уроки из всего этого. 699-х ходит. И в конце, и в конце, брат, извлекая уроки из всего этого, в арклувикум, начиная практиковать все это, ты найдешь себя в вечном раю. То есть найдешь себя вечно в раю.